всем привет мы рады вас видеть на канале крипто комманс и в этот понедельник последние недели 2023 года мы расскажем вам о самых главных и самых важных событиях которые прошли в крипто мире за эти выходные кроме того мы их прокомментируем а также обозначим возможные последствия на будущее и конечно же наши коллеги по цеху сделают анализ текущей ситуации по рынку и сделают свои прогнозы на будущее поэтому оставайтесь с нами а чтобы не пропустить очередной выпуск и своевременно его увидеть нажмите колокольчик ну а за лайк подписку и комментарии мы вас просто обнимем и так сегодня в выпуске япония намеренно провести в 2024 году в сфере крипто крупные налоговые реформы гонконг вступает в гонку крипто spot и т.ф. камбек от паксос запускается новости был коин на блокчейне солана неудержимая солана гениальный блокчейн разочарования возвращает свое величие и завершит наш выпуск обзор рынка и прогнозы от джорджа танго оставайтесь с нами и так ожидаются крупные налоговые реформы в сфере крипто в японии в 2024 начиная со следующего года япония скорее всего отменит налог на нереализованную прибыль от инвестиций в криптовалюту что приведет к значительным изменениям для инвесторов в итоге компании будут облагаться только налогом на прибыль от продажи виртуальных валют и токенов что соответствует налоговой системе для индивидуальных инвесторов налоговая реформа отчасти является ответом на запрос японской бизнес-ассоциации криптоактивов джейси бей о налоговой реформе 2024 года законопроект требует одобрения как палаты представителей так и палаты советников что будет сделано с очень большой вероятностью и это огромный шаг для такой современной и мощной экономики как япония одновременно с этим это и очень сильный призыв для институциональных инвесторов которым теперь и не придется закладывать дополнительные риски образование необходимых налоговых выплат в случае резкого роста цены активов и если уж совсем по-простому то это очень увесистый кирпич в стену заново отстраиваемого нового бычьего рынка конечно это не финансовый совет так что просто едем дальше финансовые регуляторы гонконга готовятся к заявкам крипто спот и т.ф. в своем совместном заявлении о 22 декабря комиссия по ценным бумагам и фьючерсам гонконга sfc и управление денежного обращения гонконга hkma заявили что готовы принимать заявки на спотовые криптовалютные биржевые фонды или и т.ф. sfc и hkma центробанк гонконга заявили в своем заявлении что обе организации пересмотрели свою текущую политику в отношении и т.ф. и отметили что среда виртуальных активов изменилась с тех пор как sfc в 2018 году установил подход к регулированию цитата только для профессиональных инвесторов если максимально кратко то подход будет аналогичный тому что сейчас происходит сша разрешение лицензии специализированные провайдеры но учитывая чистоту новостей о том что регуляторы разных стран уже не просто говорят а собираются одобрять заявки на эти складывается картина того что регуляторы пока осторожничают но одновременно и боятся отстать поэтому на наш взгляд очень вероятным сценарием станет ускоряющийся шквал одобрения заявок как только мы увидим новости об одобренных первых не финансовый совет паксос получил разрешение на запуск нового стейблкоина на блокчейне солана после закрытия by usd паксос возвращается с другим стейблкоином usd пи в пятницу эмитент стейблкоинов паксос объявил что получил одобрение департамента финансовых услуг нью-йорка на развертывания своего нового стейблкоина паксос доллар или usd пи на блокчейне солана после существовавшего ограничения блокчейном эфириум эмитент сообщил что планирует начать публичное предложение стейблкоина usd пи на солана обеспеченного долларом сша с 17 января 2024 года паксос подчеркнул что из-за высокой пропускной способности транзакций солана и более низких комиссий решение использовать usd пи на этом протоколе имела стратегический смысл по хорошему счету это новость два в одном во первых конечно же пакса старается вернуть хотя бы частично утерянные позиции но здесь запуск нового стейблкоина на популярно в настоящий момент блокчейне не является частью хайпа проекта ведь подобные согласования с регуляторами занимают много времени поэтому важно понимать что выбор данного блокчейна был связан прежде всего с технической точки зрения что действительно имеет место про этот блокчейн более подробно мы с вами поговорим буквально через одну минуту вторая же часть новости заключается в том что данное событие также очень важно и для самого блокчейна солана которая прошла по очень похожему пути сначала взорвав интернет а затем не справившись с огромной популярностью постоянно оказывалась в негативных новостях связанных с заторами в блокчейне а еще подобные новости позитивно отражаются на стоимости нативного токена солана сол который последнее время прет как на дрожжах кстати с аналитикой по рынку нас уже ждет джош танк так что движемся дальше и так солана которая совсем недавно поднялась выше 117 долларов на фоне безумства мемкоинов только усиливающих рыночный импульс нативный токен солана продолжил впечатляющий рост длящися уже три недели превысив отметку в 110 долларов в это воскресенье одной из причин текущего роста стоимости солана является восстановление криптовалютной отрасли в целом в настоящий момент общая стоимость токенов заблокированных в приложениях солана также увеличилась достигнув уровня ранее наблюдаемого в июле 2022 года с ростом до 1,3 миллиарда долларов с 400 миллионов долларов в ноябре и поскольку интерес к солана продолжает расти привлекая как разработчиков так и инвесторов процветающая экосистема блокчейна его возможности для спекуляции должны вскоре поднять стоимость солана до столь желанного уровня в 120 долларов и это очень даже возможно уже в ближайшее время в процессе подготовки данного выпуска солана не только отыграла обратно потери после открытия дня но и уверенно пошла выше сформировав шестую подряд зеленую дневную свечу теперь главным фактором успеха дальнейшего развития блокчейна будет приведение разработчиками баланса между спросом и предложением в блокчейне ведь несмотря на имевшие место ранее инциденты основной проблемой солана становился значительно превышающий предложение спрос ведь технически блокчейн оставался и остается крайне привлекательным так что пожелаем блокчейну солана дальнейшего процветания а вашим возможным в нее инвестициям конечно же только роста и не забывайте что это в общем вы сами все поняли и завершает наш выпуск анализ ситуации происходящей на крипто рынке джорджем тангом крупными мазками мы послушаем рассказ о происходящем у биткоина а вот факторы за которыми стоит бурный рост соланы мы изучим поподробнее ведь понимание причин дает более понятное представление дальнейших событий и так джош мы во внимание и так новостью не будет утверждение того что киты продолжают закупаться что же касается нас то мы ходим и докупаемся сейчас 80 процентов абсолютно всего объема биткоина за последние шесть месяцев не двигался при этом продолжая лишь расти и расти и закупаются не только киты но и розничные не киты продолжают покупать вот почему мы достигли исторического максимума количество адресов биткоина который не двигались последние шесть месяцев и даже год-два-три и даже пять ситуация не меняется и остается прежний но есть кое-что еще интересное во время предыдущего бычьего рынка мы наблюдали множество 25 процентных откатов а сейчас пока не видели что может значить одно из двух либо бычий забег по-хорошему не начался который вероятно мы увидим в 2024 либо рынок сейчас настолько сильные что увидеть 25 процентное падение просто невозможно по причине огромного количества жаждущих схватить дешевый биткоин мы видели 10 процентные падения 15 процентные падения но не 25 и не 20 процентные что значит одно из двух либо бычий забег и не начался если так и есть то подумайте что произойдет когда он на самом деле начнется либо второе что же может быть покупатели сейчас так много что мы больше не увидим 25 процентное падение подумайте об этом окей движемся дальше и теперь поговорим о этом смелом предсказание на самом деле она не такое смелое многие из вас уже заметили и поняли ситуацию солана стала одним из самых сильно растущих активов за этот год она по капитализации сейчас номер четыре так что будет ли уместным думать что она поднимется еще выше и тем самым обгонят скажем эфир давайте посмотрим на все детально у нас есть 30 дней 60 дней 90 дней и с начала года с начала года эфир вырос всего лишь на 92 процента что на самом деле неплохо но он отстает от биткоина который вырос на сто шестьдесят четыре процента с начала года а эфир только на 92 это как бы отстой то есть если вы держите эфир то вы проигрываете в отношении к биткоину но посмотрите на солана который выросла с начала года на восемьсот восемьдесят два процента солана выросла практически настолько же сколько эфир вырос за целый год сделав это за месяц вы только подумайте об этом и и помимо нашего движения в 2024 у нас появится огромное количество ликвидности поступающий на рынок из-за биткоина и и тф люди начнут искать различные варианты куда можно будет вложить свои деньги и как вы думаете они их вложат в эфир или они их вложат в салану и вот мое объяснение того почему они гораздо в большей степени будут вкладывать в салану нежели в эфир и вот почему может быть в 2024 даже не в 2025 мы можем увидеть как салана обгонит эфир но не берусь говорить как быстро возможно в конце года в общем давайте посмотрим на некоторые вещи которые сейчас происходят прежде всего смотрите цена салана перевалила за 100 и это не исторический максимум очевидным и еще пока далеко от исторического максимума но мы начинаем наблюдать огромное количество внимания медиа кэти вуд в своем интервью на cnbc в программе squawk box рассказала о том насколько она смотрит побыча на салана потому что она быстро на ней очень легко программировать и в конечном итоге сказала что помимо биткоина и эфира она является большой поклонницей салана так что не только это не один лишь арк инвест продолжает говорить о салана было проведено исследование в октябре еще до того как все активно закрутилась где было сказано что салана заработает огромное количество денег огромное количество к 2030 и где салана взлетит буквально вертикально вверх а недавно они сделали свое новое предсказание на 24 год где назвали салану одним из самых горячих проектов за которым следует внимательно следить в течение 2024 года итак у нас есть эти венчурные капиталисты у нас есть эти большие дяди управляющие фондами которые внимательно следят за саланой и вероятно вкладывают в нее сейчас огромные деньги вот почему салана так растет но забудьте о всем этом давайте посмотрим на конкретные цифры начнем с объемов децентрализованных финансов давайте посмотрим на все происходящие торги на всех имеющихся сетях и это может вас удивить за последние 24 часа салана имела двойной объем по отношению к тому что было у эфира двойной и это просто невероятно учитывая то сколько времени существует эфир а также весь этот sns который происходил вокруг салана но факт есть факт прямо сейчас объемы dex практически в два раза больше у салана чем у эфира ну что ж вы можете поспорить это все временно это возможно все мем коины которые вызвали эту лихорадку ну может быть но при этом мы все равно с вами смотрим на блокчейн которая в шесть раз больше чем салана у которого объемы по сути такие же если посмотреть на объемы за последние 7 дней то эфира будут чуть чуть больше объемы чем у салана но по сути они одинаковые так что dex и на салана претерпевают взрывной рост хоть и можно утверждать что они такие же или все же больше чем у эфира это первое второе давайте посмотрим на объемы nfc объемы nfc за последние семь дней на блокчейне салана опередили объемы на эфире и опять же вы можете сказать что может быть это временно но все же это очевидно потому что если мы с вами посмотрим на номер 4 и все остальное они сильно ниже а объемы nfc на салане прямо сейчас больше чем у эфира это два очень важных показателя но это не все если мы посмотрим на то что еще происходит в сети например на новые токены спель конечно если мы посмотрим на эфир я уверен что у него тоже объемы растут но если посмотреть на салану то количество токенов на ней растет как на дрожжах но если посмотреть еще на показатели скажем активность ежедневная не просто на общее количество адресов а ежедневно активных адресов то увидите что салан в два раза больше чему эфира прямо сейчас у салана около 815 тысяч ежедневно активных адресов а эфира 424 тысячи то есть солан и в два раза больше ежедневно активных адресов прямо сейчас солана против эфира то же самое с ежедневными транзакциями если мы посмотрим сюда то увидим что солана возглавляет путь с примерно 27 миллионами ежедневных транзакций что там по эфиру а он ограничен на 1,21 миллиона так как он не может масштабироваться да почти в каждом блокчейне транзакции больше но в солане сейчас выглядит где-то плюс на 20 x в 20 раз больше чем у эфира теперь в целом помните я начинал разговор о объемах декс nfc но эта картинка в целом это общее количество транзакций соланов 20 раз больше чем эфир она возглавляет этот путь и даже в сравнении с остальными сетями avalanche полигон нир никто даже рядом не стоял и это именно те базовые показатели которых я говорил то как ты должен оценивать саму силу блокчейна все остальные сети либо такие же либо немного больше чем у эфира поэтому как можно не сделать вывод что от этой точки цена пойдет только вверх а также ребята мы все знаем что мы очень любим мемкоины посмотрите сюда может быть год назад у нас была волна горячих отличных новых мемкоинов они все были на эфире все на ерце 20 теперь же около 90 процентов из них основаны на салоне посмотрите на топ 10 9 из 10 созданы на салона а если посмотрите ниже то увидите их и там да есть некоторые не на салона но большинство токенов все основаны на салона даже умственно отсталые все спешат в салона чтобы создать свои токена и привлечь еще больше людей сюда салону поэтому если вы сложите все факты вместе увидите причину почему салона так сильно растет и не думаю что это остановится джордж это было сильно нужно все переварить и осмыслить но суть понятна салона это невероятно крутое техническое решение имеющая огромный потенциал но еще один фактор который ты не озвучил в своем анализе это основанное на времени доверие людей которые зачастую может быть очень субъективным но при этом иметь решающее значение так что окончательное решение вы принимаете сами на свой страх и риск но в любом случае мы желаем вам удачного инвестирования и отличного трейдинга на этом мы с вами прощаемся и если вам понравился выпуск обязательно поставьте лайк подпишитесь на канал и поделитесь нами вашим впечатлением в комментариях всем спасибо и до встречи в следующем выпуске